Значительная по форме, равная по содержанию, семисоставная группа прибыла для наведения полнейшего порядка от Евгения, если я ничего не путаю, вчера. Так, предстояло предварительно, не разбирая, не освобождая из оправ клинки и вместе с ними оправы, помыть, почистить, привести в порядок и, естественно, в результате заточить. Поскольку группа значительная, опять же, требующая внимания, поскольку включает в себя вещи достаточно редкие. Вчерашний день был потрачен на то, чтобы предварительно их почистить и, естественно, сегодня все бритвы были заточены. Поэтому начнем потихонечку. Некая, ну почти наверняка уверен, Франция. Судя по тому, какая оправа, какая форма клинка, конечно, видовала бритва лучшие времена. Однако, в сухом остатке мы имеем по-прежнему роботоспособную сталь на клинке. Вот эти, помимо всего прочего, естественно, бритвы клинковые меня всегда привлекали. Даже с учетом того, какой бы ни был внешний вид, если приличная сталь на клинке, то это будет абсолютно рабочий инструмент на очень и очень длительное время. Тут я еще, наверное, посмотрю, в каком состоянии вот здесь оправа. Она мне предварительно не понравилась, надо будет посмотреть в крупную оптику. Если трещин нет, то она будет самую капельку подбить, потому что болтается сильно. Так, далее. Номер второй. Торговая марка Weyra. Будем так ее называть. Это Ernst Melcher. Гарантии. Weyra. Да, правильно? Гарантии, да. Weyra Zollingen. Значит, предварительно. Единственное, не удалось от темненького избавиться. Евгению, прежде всего, отчет, которого я отдельно приветствую сердечно. Вот это черное, это какой-то типа клей. Его оттуда вычистить не удалось. Но, естественно, теперь бритва... Здесь я подбил вот этот кленовой пин, поскольку был прослаблен. Естественно, сам клинок был прослаблен в оправе. Я бы вычищал там изнутри. Во-первых, увеличил... Увеличил дистанцию. Бритва стала закрываться как положено. Но от вот этого темненького клея избавиться не удалось, поскольку он туда проник в структуру. Поэтому, к сожалению, в определенной степени глаз режет. Во всем остальном, клинок почищен. Естественно, новый. Еще раз я хотел бы сконцентрировать внимание на том, что если попадается в руки клинок, который максимальным образом стремится к размеру дюймовому, то есть там уже можно смело заявлять, допустим, от 23 миллиметров и дальше. Если этот клинок на выборке, это немаловажное добавление. Хотя, естественно, и клин. Но выборка прежде всего. Тогда с 98% гарантией вы получите вещь, которая будет в работе бесподобной. По одной простой причине. Из бестолковой стали большой клинок на выборке не сделать. Поэтому сталь должна быть твердая. Сталь должна быть единовременно эластичная. И, естественно, из этого вытекает то, что в работе она будет очень и очень удобоваримая. Номер 2-й осмотрели. Особо ничего не буду там прибирать. Посмотрим уже. Я думаю, оно и так будет видно. В косточку сделали вот такой, я не знаю, оттиск, вероятно, под нагревом. И вот такой скрыли в Остенхольмик нарядный. Сейчас я вам протру. Потирал, вытирал пальцы. Вот здесь как бы на свою голову я выполирал. В зеркало такое, что любое воду даже приходится стирать. Поскольку все след оставляет. Ну, такое себе. Вот эта бритва, она, конечно, свободненькая. Может быть, там буквально щадящих каких-то пару ударчиков я сделаю молоточком. Хотя, конечно, особого сердца здесь не стану. Потому что эта косточка, она тоненькая. Все такая воздушно играющая. Не хотелось бы, чтобы она дала трещин. Поскольку кости. Материал такой архихрупкий. Лицо, кстати, чистил вручную. Чтобы, не дай бог, никакого вот этого элемента травления. Не стереть. Время ушло. Ну, зато результат приличный. Так. В обратную сторону с таким же успехом. Номер третий. Жора. Вастенхольм. Нарядная штука. Конечно, кость добавляет тут. И обсуждать нечего. Так, ладно. Двинули дальше. Это у нас месье Хопп. Вальдзолинген. Четырнадцатый номер. И вот такие не близнецы, но тройняшки. Тоже решение крайне значительное. Оно прямо... Ну, такое-такое-такое. Ну, выборка полная здесь. Естественно, не замиралось ничего из этого. Но... Дюйм... Практически около того присутствует однозначно. Вот здесь были уже с этой стороны, как бы с торца, несколько было таких, как скольчиков. Удалось их вот таким вот образом убрать и создать вот такой пантор замечательный. Так. Проверим. Ну, вот твердость сталь и слышно за километр. И в обратную сторону. Хотя, опять же-таки, сталь твердая. И в этой бритве не исключение. Но при всем при этом очень эластичная. Естественно, каждую бритву, для того, чтобы понять, какое давление она может переварить, я уже когда-то рассказывал, на камушек кладу и вот так ее слегка покачиваю. Плотно очень собрал, хорошо. Ну, вернее, подстучал. Отлично работает. Это у нас номер четвертый. И вот, естественно, вот это, ну, выборка свое дело делает, но, тем не менее. Легко определить, насколько она полная, опять же-таки, и какое максимальное давление можно придать. Кёхе Шафер, 23 номер, кронпункт, кама. Вот здесь тоже сделал я, вот так, оприличествовал нос, поскольку он так прямо торчал туда. Абсолютно взрывоопасно. При любом раскладе, при любом уровне мастерства резать будет однозначно. Поэтому взял и вот таким вот образом обезопасил я район перехода носика в торец. Прекрасное и приятное одномоментное напряжение внутри клинка имеется. Естественно, все это решение премиальное. Поэтому, естественно, вот о них я говорил, что можно точить практически на любых камнях. Они способны переварить любой потенциал. Это был номер пятый. Под номером шесть кроп. Здесь слегка я скруглил район пятки, поскольку посмотрел, образуется такая микро-рекурва. Ну, бывает такое, на новых бритвах. С вот этим вот стабилизатором жесткости. Вообще, абсолютно не редкость. Поэтому надо, конечно, по пяточке там принимать решение, дабы был свободный выход именно на самое-самое начало рабочей фаски. Что-то мистер Дэвис разошелся. Так и сыпет. Кроп. Все сделано в Англии. И от слесарина, и собрано, и прямо-прямо-прямо. Все-все-все в английском. Кроп под номером шесть. И в замыкающих, вот в такой, ну, прямо нарядной, можно так ее назвать, оправе, предстает перед нами филармоника четырнадцатая. Ну, понятное дело, размер полный, бритва новая. Что еще добавить? Точится сама собой. Хотя тоже вопрос давления максимального на клинок здесь имеет место быть как нигде. поскольку лепесточек в самом тонком месте, он такой прям вообще играющий. Ну, это слышно. По звуку. Самая звонка. Ой, выборка максимальная. Вот за это их любят. Ну, до обе стороны. Класс. Вот так мы и закончим. Заказ готов. На дворе ночь, поэтому, как я уже говорил, если ночь встречает, поэтому, вернее, если ночь встречает, тогда бритва укладывается в коробку на газету. если вдруг, не дай бог там, хотя это, конечно, исключается, но если имеют место быть какие-то абсолютно остаточные явления по влаге, газета в себя это все вберет, бритва отлежаться, и, естественно, с утра упакуются, все в коробах, и отправятся законному владельцу, естественно, с наилучшими пожеланиями. У меня же на этом все. Уверен, надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока.